Друзья, привет! Сегодня сравним первое и второе поколение ActiveTarget Вот таким макаром поставил, плюс-минус в одну сторону смотрит Сейчас я вижу, немножко ушли, сейчас я поправлю Первое впечатление Ну, стало интересней, определенно точно Дальше видим, не знаю, посмотрите сейчас вместе со мной Картинка стала реально плавная Прям очень аккуратная Склейку прям свели к минимуму Если у Target основная его проблема заключалась в том, что он на склейке делал некрасивую картинку То во втором поколении убрали Сказать, чтобы прям вау, ребята, надо бежать покупать, нет Давайте вместе все посмотрим Также сегодня хочу попробовать посмотреть зависимость от блоков То есть мы будем датчик второго поколения подтыкать к первому блоку Менять их местами Этот первого поколения ко второму блоку и так далее Все проверим, посмотрим Ну и попробуем какие-то найти отличия Погнали! Так, сейчас у нас имеются небольшие помехи Из-за того, что у нас два датчика подключены И начинаем смотреть Собственно, здесь получается какая экватория Здесь идет свал И вот там подъемы есть в бровке С валы до 16 метров Соответственно, ротатор показывает направление У нас на обоих датчиках сейчас идет глубина 18 Вылет 40 метров Значит, здесь мы видим полосы помех Но не обращать внимания, потому что два блока одновременно включены Сейчас Вот смотрим первое поколение Трансьюзер Вот наша приманка, кстати говоря Вот она идет Немного запозданием Но это нормальная практика Теперь смотрим в яму Немножко, чтобы было удобнее Вот так Здесь Обратите внимание Сейчас будет такой рельеф Что какой-то идет перекат И он прямо его не четко отображает Самое интересное, что в Таргет 2 Сейчас вы видите абсолютно такую же картинку Физически Ну, с вами мы по факту, наверное, видим Ну, 20 метров 25 Это вот Фактически, да, сколько видит Таргет первого поколения То есть я всегда рыбачу И у меня 25 метров Это вот классический вылет Да, более-менее вот читабельные картинки То есть вот он идет 25 метров Ну, 30 это из области фантастики Если там глубина хорошая То есть вот так сейчас мы посмотрим При глубине 16 метров Да, 30-ку кое-как с Горием пополам добивает И переключаемся на Таргет второго поколения Здесь такая же тоже 18-ка выставлена 40 метров И сразу обратите внимание, какая пошла мягкая склейка И здесь уже физически Ну, прям стабильная 30 Да, ну где-то 35 Больше нет То есть по факту Ну, увеличили они картинку Там до 30 метров Понятно, что этого достаточно Но все же там тот же Гармен Сейчас бы 34-й Он бы мог до 40-ки спокойно стрелить Но, относительно Гармен, да Обратите внимание, какая идет ровная склейка Здесь Ну, кстати, вот поднимаются Пузырьки какие-то Их отлично видно И вот про что я говорил Что у нас есть Место, да Где ни первый, ни второй Таргет Не может с ним справиться Там какая-то идет явная Бровка большая Но, зато на 30-ке Мы уже видим какие-то объекты вдали То есть и вплоть до 40 метров Видите, какой отстрел идет При глубине 8 Ну, соответственно, рыбу все мы тоже Разом видим Здесь, то есть на коротких расстояниях Конечно, картинка потрясающая То есть склейка здесь очень меня радует Ну, вот сейчас В левой части Я нашел, наверное, это какие-то окуньки Вот только что были они у меня Вот небольшие мерцания есть Давайте посмотрим Как первый датчик справится с этой задачей Ну, в первом, слушайте Да ничего плохого я не вижу Вот точно так же Вот эти мерцания Вот они в этом же месте Так, это вот Active Target 2 Давайте вот на этой рыбе Сейчас попробуем средоточиться, да То есть вот она в толще воды стоит Перед подъемом 25 метров Мы ее довольно четко видим Вот она Переключаю на Target Первого поколения Ну, да Мы уже эту рыбу не видим Вот тут она у нас была Мы ее уже так четко с вами не видим Интересно Интересно Да, слушайте, господа Ну, вот сейчас вот прям пример, да То есть вот этот перекат Вот тут мы должны видеть рыбу сейчас Она вот там у нас находилась Сейчас включаем Target 2-го поколения И у нас рыба есть Вот она И еще мы видим даже тот свал Ну, да, не поспоришь Виде стал мощнее Лучше Ребята из компании Lawrence Видимо, хотели Добиться палитры Как у Garmin Но честно вам признаться Нет Нет Они, конечно, сделали тоже голубую палитру Она выглядит довольно интересно Я бы даже сказал Наверное, интереснее Выглядит классическая Сонарная Компоновка, да Когда белый фон И чем плотнее Тем более желтый цвет Свечение происходит Наверное, даже это удобнее Но мои глаза, честно говоря Уже привыкли читать изображения В песочной картинке То есть это палитра номер 3 Вот здесь как бы уже мозг твой привыкает Что если это крупная рыба Она просто ярко светится Ее как бы лучше видно Но до Garmin Картинки так и до сих пор не дошли Предлагаю посмотреть Сейчас в режиме Нижнего сканирования Я сразу на нулевых креплениях сделал То есть я их выровнял Чтобы датчики смотрели ровно вниз всегда Вот так Кстати, они еще сделали Shallow Написали, что это До глубины в 3 метра Ну У нас электромоторов нет Поэтому нам это не нужно У нас все будет по-нормальному Иначе При изгибах То есть поскольку тут Изгиб Порядка там 20 градусов Могут возникнуть проблемы Проблемы будут В части Соответственно отображения Что на большой глубине У вас лучи будет вот так В сторону отходить В принципе Ну ничего Как бы это первый таргет Тут мне все понятно и ясно Как все это устроено И переходим во второй Единственное Сейчас мы тоже поменяем 12 метров Можно даже 10 Нет? Нет? 12 И вернемся к таргету Сказать, что как-то стало лучше Давайте еще раз посмотрим Возможно дома уже будет Да, картинка жалко Довоится Сейчас она успокоится Да нет, мне кажется Она все-таки Одинаковая Да, какого-то определенного Улучшения Я точно не наблюдаю Как будто бы сейчас Рыба поднималась Ко мне Нет Наверное Ничего сверхъестественного Не поменялось Поэтому ничего не могу сказать А, точно Господа Сейчас мы знаете Как сделаем Мы сейчас Я пробурюсь Где-нибудь Пройду там метров 20 И посмотрим Как выглядит Ратлин Относительно То есть Того, где мы сидим Ну, как вообще будет Приманка видна Точно Погнали А, вот Нашел Вот моя приманка Вот она Вот она Так 20 шагов 15 метров Показывает Ну, неплохо Потому что В первом таргете У меня почему-то Показывает неверно Так И смотрим Ее на таргете Первого поколения Какая-то рыба Интересуется Нами Сейчас будет Интересно Еще И весело Если мы Что-то поймаем Так За 20 метров Хорошая Какая-то Кажется Рыба Вот она 30 метров Может быть Есть смысл Пробуриться Ну, что Приманку Я вижу точно Так же По большому счету И все Кстати, а как Вот мы увидим Эту рыбу Предположительно Большую Которая находится Вот здесь На 30 И в первом таргете А господа Вы ее вообще Не увидите Ее вообще Не видно Не достреливает Луч А, ну вот 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 она Еле-еле Еле-еле Еле ее видно Да И теперь Включаем второй Да Слушайте Ну, господи Вот, смотрите Сразу Все четко Прям ее стало видно Вот она Так И она получается Вот как я иду Еще 15 метров Нужно до нее дойти Мне Да Ну, пойду еще Пробурюсь Там посмотрим Как там будет Ловить приманку А, ну вот Его Вот приманка Ну, еле видна Еле видна Вот она Ну, нет Считает Тридцатку Маленький Вип Уже не видит 30 метров Уже Нечитабельно Вот она Вот он То появляется То пропадает Но я думаю Что возможно Еще что Один Ну, что Два датчика Одновременно Подключены Возможно Помехи идут Ну, естественно На первом таргете Такое расстояние Уже Вообще Все Ладно Проверим Моток Перспектива Ну, нет Тут расстояние Большое В принципе Большую приманку Конечно Он увидит Мелкую нет Так Еще раз Смотрим Мелкая рыбка Где-то Около 20 метров Вот есть Покрупнее Вот за пригорочком Это Таргет Первого поколения Вот она Всего мы видим Порядка 30 Ну, по факту Наверное Где-то 25 Не больше Обратили внимание Да Вот на эту рыбу Которая за бугорком Вот она прячется Вот она Вот она Так Стопоримся Так И выбираем Датчик Второго поколения И стартуем Ну Мы видим Конечно Чуть больше Но По большому счету Вот эти рыбки Они как были здесь Так и остаются Единственное Что вот Да На 30 Мы видим Еще по-прежнему Рыбу Склейка Определенно Точно Работает Более правильно То есть Нету Каких-то Паразитных Склейк Они вот Все Ровненько Очень идут Вот она Рыба Вот подъем Ну 30 метров В общем-то Такие довольно Стабильные Здесь Вот эта рыба Здесь видна Лучше? Да Определенно лучше Мне нравится Больше склейка Здесь И вот Мелики Смотрим По меликам Тоже вопросов Нет Чик Ну как Кто там Сейчас был Ага Вот какая-то Рыба у нас Тут трется Вот она Светится Тут двигается Да Я подумал Что это Оконья Какие-нибудь Потому что Нормальный Размер И на мелики А давайте Посмотрим Их На первом Таргете Так Нажимаем Таргет Первого Поколения И Запускаем Сонар О А вот Эти же Окуня Они Вот Здесь На первом Таргете Ну просто Короче Ребят Здесь склейка Стала Лучше И все Я понимаю Потому что По большому счету Не вижу особой разницы Ну как бы Есть вылет Лучше Да Понятно Склейка Вот это рыба Которая сейчас Вот она Стоит за перекатом Вот она На глубине Давайте Вот в этой картинке Еще посмотрим И Ставим Этот Стопорим Ставим Второй Таргет И Распускаем Ну Чуть больше Просто Стало Видно И все Ну естественно Да Склейка Все То есть Они Такое ощущение Как будто бы Если обратить внимание Вот эта часть То есть Вот этот промежуток С 20 до 40 Как будто бы Усилили Луч И все Так Ну и предлагаю Проверить Как работают С разными блоками Сейчас Мы взяли От первого Таргета Поставили Ко второму Блоку Датчик И Посмотрим Разницу Может быть Нам Проще Блок Менять Сейчас С новым Блоком Ну давайте Так Вот Вот этот Участок Который Мы до этого С вами Наблюдали Мы Его Не Видим Да Да То есть Мы понимаем Что Как бы Вот этой Части Мы Не Наблюдаем Так Склейка Склейка Такое ощущение Как будто Хуже Стало А может Быть И нет Да Склейка Определенно Хуже Вот в этих Частях Видите Она такая Вот 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 Да Склейка Идет Получается От первого Датчика И вот тут Еще одна Должна быть Склейка Вот она Да Но она Чуть лучше Стала Чуть-чуть Но вот Этого Мы уже Не наблюдаем Момента Так Все это Не трогаем Тогда Теперь Мы берем И ставим Второй Датчик Чтобы сразу Понять Что пошло Не так Ну Как Изменится Картинка Да Так Смотрим На склейки Кстати Они больше Похожи на Те же Самые Склейки Которые На первом Таргете Но Вылет Но Определенно Точно Стал Больше Да То есть Сюда Немножко Сместился Но Мне кажется Как будто Бы А Ну Вот Он Вот Эта Часть Она Сразу Начала Больше Стрелять И Срезку Чуть 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 Тогда Мы Возьмем Датчик Второго Поколения Подключим К Первому Вот Так Теперь Второе Поколение Датчик Работает От первого Поколения Таргета И Посмотрите Что Произошло У Нас Появилась Картинка Нормальная Картинка То есть У нас Не было До этого Как бы Картинки Вот 40 метров Он тупо Не досвечивал А теперь Единственный Момент Что Видите Мерцание Происходит Постоянное А на втором Блоке Это мерцание Просто Убралось Ну Соответственно Второй блок Дает Более Яркую Картинку То есть Выше Мощность Видимо Немного Да Вот Но Датчик Именно Датчик От первого блока Работает Так же далеко Как и со вторым блоком То есть Мы точно так же Видим рыбу Вот это интересно То есть Тут непосредственно Что-то поменяли В самом датчике Потому что Картинка Стала Дальше Видеть Вот сейчас Уходим На глубину Ну Вот они 40 метров И тут Склейка Конечно Блин Не пойму Я все Таки Вот Вот тут Вот сейчас Смотришь Склейка Сильно Сильно Ну Вот сейчас Конкретно Вот он 40 метров Отстреливает Датчик А до этого Не отстреливал Вот он 30 полностью Додавливает Ну что Делайте Выводы Господа То есть В общем Если есть возможность Купить датчик Второго поколения К первому блоку Тогда да Прикольно А здесь Уже Вот в этой части Конечно Второй блок Ярче До свечи Давайте Вот сейчас Еще окончательно Я подключаю К второму блоку Показываю Вот это направление Вот этот подъем Ну чтобы у вас Осталось Такое полное впечатление Ну и у меня тоже Соответственно Ну вот Второй датчик То же самое Положение То есть Мы смотрим Вот эта же бровка Вот он же Этот же подъем Ну реально Такое ощущение Как будто бы Именно датчик Дает Лучшую картинку Потому что Помните Да Что С блоком Значит Второго поколения Он вот так смотрел То есть Вот отсюда Сейчас подключили Датчик Второго поколения К первому блоку Он начал видеть Сорок Ну вот и сейчас По ощущению У меня Точно такая же картинка Вот как-то так Неоднозначное ощущение Господа В общем Пока Вывод такой То есть Вот мы Провели здесь Три часа На воде Я крутил Вертел Менял режимы Менял палитры Палитры Да Интересные Добавили Может быть Если ловить Пелагик Вот этот Белый фон Классический Сонар Который мы Привыкли видеть Палитры Это наверное будет интересно Именно для Пелагики Если мы говорим Про работу Уже там Ловится одна Если ловится одна То Там Так же работает Третья палитра До Гармина Не дотянули Значит Что касательно Картинки Самое главное Стоит ли Менять На Таргет 2 Честно Ну давайте Просто сейчас Посмотрим На Там На март Месяц У нас Получается Ценник Там 136 Стоит Серый Первого поколения Таргет Да И второго поколения 185 190 То есть Разница Ну довольно Большая Я Бы Не советовал Менять Но серьезно Типа вы увидите Не 20 метров А 25 26 метров Типа за 6 метров Доплатить Еще Там Грубо говоря Там 60 тысяч рублей 50 Но я считаю Это дорого То есть 50 тысяч рублей Ваши 5 метров Вам обойдутся В 50 тысяч рублей Если для вас 50 тысяч рублей Это невеликие деньги Да Ребята Меняйте Понятно Что у меня Будет стоять Там Второй Таргет Понятно Что у меня Будет Там 16 Прошка Стоять Но мне Это необходимо Чтобы вам Рассказывать И показывать На обучение В чем же Отличие Чтобы пришли Посмотрели Сказали Да Блин Вот Таргет Второй Работает Немного Лучше Но В данный Момент Ситуация Такая Именно Если мы Говорим Про режим Скаута Ну Процентов На 20 Лучше Стало Да Но если Да Действительно Пересчитать На те же 20 Как я правильно Сказал 30 Процентов У нас Улучшился Форвард Лучше Стало Лучше Дальше Дальше Изображение Четче Четче Склейка Лучше Стало Все То есть Мы По большому Счету Ну Я надеялся Что мы До 30 Сделаем Стабильными Но Я не вижу Вот серьезно 30 Именно Стабильные 30 Я сегодня Не увидел 25 Увидел 30 Нет Поэтому Мой Вывод Такой Если Хотите Таргет Ну Если Хотите Просто Прийти В мир УЗИ И есть Возможно Заплатить Там 180 Там 190 Тысяч Рублей Заплатите Будет Лучше То есть Будете Работать На одном Оборудовании Прошка Тем более Будет Работать В Миге По теплой Воде Прозрачной Все Это Будет Прекрасно Работать Скорее Всего С Датчиком HD Мы Уже Поедем И там Поработаем Посмотрим Уже Картинки Как работают То есть Сделаем Скрины Порыбачим И поймем На что Стало похоже Вот это Новое Оборудование Вот На данный Момент Вывод Такой Что За 136 Тысяч Датчик С блоком Абсолютно Стоит Каждого Своего Рубля Но И менять Если у вас Первое Поколение Смысла Я не вижу Но Если у вас Опять же Есть Лежние 50-60 Тысяч Продали Первое Поколение Рублей За 110 Добавили До нового И получили Свои 5 метров Примерно Как-то Так Ну ладно 10 Но 10 Он Хорошо Видит Но Еще Лучше Видит 25 30 Давайте Смотрите Право В глаза Все Друзья Всем Спасибо Подписывайтесь На канал Через Неделю Полторы Выйдет Обзор Уже С воды Ну и Уже Расскажем По факту Что Там Пошло Не так Или Наоборот Так Все Всем пока